Продолжение следует... Это будет для нас как напоминание, просто почему мы должны прощать. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стихи. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стихи. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до семидежды семидесяти раз. Хороший отрывок, но все ли мы так поступаем? Если посчитать, сколько раз тут прощать нужно, это 490 раз. Это говорит о том, что Иисус учит нас прощать всегда. Но у меня вопрос. Если ко мне подходит кто-то просить у меня прощения, это можно понять и принять. Пришел человек и говорит, я виноват, прости меня, согрешил. Ну или обидел тебя чем-либо. Ну тогда, конечно, вопросов нет, нужно прощать. Ну или если сильно хорошо попросит, ну сильно обидел, с первого раза я не смог прости, да, простить. Ну, уговаривал, он меня уговаривал, и тут я такой, ну ладно, прощай. Заслужил прощение. А если человек не просит у тебя прощения, и не просто не просит прощения, а даже и не думает о том, что он виноват, и что нужно у тебя дойти и попросить прощения, нужно ли прощать тогда? Как вы думаете? Тоже нужно. Но это нелегко, правда ли? Почему нужно прощать? Давайте разберемся с таким вопросом, что такое непрощение. Что это за чувство такое, да? То есть, можно было бы и не простить, ну, по человеческому рассуждению. Ну, я же-то прав, он виноват, почему я должен прощать? Но к чему это приводит, что это за эмоции такие? Непрощение — это такие эмоции, как раздражительность, неприязнь, ненависть, злость, гнев и тому подобное. Значит, не простить-то можно, но это очень плохо для меня. То есть, это влияет на мое сердце, на мою душу и на мои отношения с Богом. Как же тогда поступать? В Евангелии от Матфея, в пятой главе, в сорок четвертом стихе, мы сейчас зачитаем. В Евангелии от Матфея, пятую главу, Нагорная проповедь Христа. Иисус учит. Матфея, пятая глава, сорок четвертый стих. А я говорю вам, любите врагов ваших. Это первая половина стиха. Получается, что любовь также может проявляться через прощение. Любовь моя может проявляться через прощение. И если я должен любить врагов, тут же конкретно говорится о врагах, то когда речь идет о моем брате, о моей сестре, или о моих родителях, то тем более не должен ли я простить их, если даже они виноваты на все сто процентов. Если они мне нанесли глубокую душевную боль, нанесли глубокую рану на сердце. Есть и такие случаи в жизни. А если я не могу простить, значит у меня и нет любви. А если нет любви, то это признак того, что мы отдаляемся от Бога. И это может привести к утрате спасения. Об этом сказано в 1 Иоанна 4,20. Мы тоже сейчас зачитаем. 1 Иоанна 4,20. 1 Иоанна 4,20. 2 Иоанна 5,20. 1 Иоанна 5,20. Весомый аргумент для того, чтобы простить кого-то. 3 Иоанна 5,20. На самом деле. Некоторые говорят, уже будучи во Христе, уже заявляющие о том, что они верующие в Бога, они говорят, да я лучше в аду буду гореть. Но простить я никогда не прощу. Есть и такое в жизни. Вы просто говорит, не понимаете, какую боль мне сделал этот человек, что он сделал в моей жизни. И я не могу простить его. Это было и с моей бабушкой. Но я верю в то, что она все-таки простила. Ее сын погиб трагически. И тому был виной его друг. И когда мы всякий раз говорили об этом, она говорит, я не могу говорить прости. Это действительно на самом деле очень тяжело. Когда ты знаешь, что из-за какого-то человека конкретно погиб твой ребенок, и тебе говорят, прости ему, это очень легко. Хорошо. Но на это есть другой весомый аргумент. Почему же все-таки мы должны прощать? То есть если спасение твоей личной души не является аргументом для прощения, то есть другой весомый аргумент. Какой же? Если я не могу простить просто так, то вспомни, сколько прощено тебе. То есть, когда я пришел к Богу, то Бог простил меня. И простил меня просто так, не ожидая от меня ничего. Он простил меня еще до моего рождения. Понимаете? То есть, если Он меня простил, то, следовательно, и я должен прощать. Потому что на мне тоже есть вина. В моей жизни тоже были ситуации, когда я делал что-то неправильное, что-то плохо, загрешал и шел против Бога. И если прощено тебе, то прости и ты. И самое главное, что я хочу сказать, что не ждите, когда человек осознает свои ошибки, свою вину, что он виноват. По возможности, постарайтесь первым подойти и попросить у человека прощения. Даже если он на все сто процентов неправ. Попробуйте примириться с человеком. И как написано в Евангелии от Матфея уже в сорок пятом стихе, когда мы будем исполнять сие, в Евангелии от Матфея, сорок пятый стих. Я сейчас зачитаю. Добудите сынами Отца вашего Небесного. Пятая глава, Нагорная проповедь Иисуса Христа. Мое прощение, когда я прощаю кого-то, не держу злости, обиды, оно приводит к миру. Взаимопонимание. И даже если человек был неправ, еще вот свой хочу и случай рассказать. Когда ты первый идешь навстречу человеку и просишь прощения, это меняет людей. Это очень сильно меняет людей. И у меня был случай такой, что я помогал одному брату во Христе, дома делал ремонт. И я очень сильно затянул с этим. Не могу быстро делать. Я ел и долго. Стараюсь качественно. Но это начало раздражать, и он начал это высказывать. И он начал нервничать. То есть гнев начал нарастать в нём. И он уже говорил очень плохие слова в мою сторону. Я стоял, это был первый год моего обучения в ОБИ. И я стоял, меня начало трусить. Я начал переживать, нервничать. И понимаю, что я сейчас могу ответить ему. Ответить тем же самым, что и он делает. То есть я встаю, я понимаю, я не заслужил этого. Я помогаю, просто человеку помогаю. Он меня берет и оскорбляет. Я начал молиться. Я молиться начал за себя. Я говорил за Господь. Помоги мне не ответить этому человеку злом на зло. Вот стоял за себя и молился. И в этот момент Господь дал мне эту силу. И я уже смотрел на него не как на человека обижающего меня. А я смотрел с сочувствием на него. И мне уже его, я на него не злился, мне его было уже жалко. И он уже слова, которые он говорил, они не ранили мне сердце. И у меня такой мир был на сердце. И я стоял, я ему говорю, брат, прости меня. Вот он меня стоит, обзывает. И я вот среди этих слов, просто не дожидаясь, пока он закончит, говорю, прости меня. Все остальные его слова, просто рот открывался, но звука никакого не было. и он постоял, рот он пошевелил губами и замолчал. Он перестал что-либо делать. Я говорю, я могу идти. Он гернул просто головой. На следующий день он попросил у меня прощения. И мы сейчас общаемся, мы дружим, слава Иисусу, молимся. Но если бы я на тот момент положил бы в сердце ответить зло на зло, не сделать, чему учит нас Иисус, не проявил бы любовь к Нему, то мы бы остались в органах возможной нашей жизни. Пусть Господь нам всем поможет, чтобы люди видели между нами мир и любовь. Если вы видите, что вас кто-то обижает и вы считаете, что вы не заслужили на этом, не ждите, пока этот человек придет к вам и попросит прощения. Подойдите к Нему. Первый и первый попросите прощения. И будете сынами отца нашего единственного. Спасибо вам большое. Пусть Господь нас любит. Спасибо вам большое.